Август Новая Fable и временная эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2 В сущности нам показали уже немало, но все надеялись, что самую мощную артиллерию оставили в резерве Инсайдеры подтверждают, Sony действительно готовит некие эпичные сюрпризы, причем не только от себя, но и от сторонних издателей Поэтому даже когда японская компания объявила, что на презентации 6 августа анонсов от внутренних студий и информации по консолям ждать не стоит Игроки в душе все равно надеялись увидеть нечто интересное Это было хорошо видно по чату перед началом трансляции Люди писали туда, какие игры хотят больше всего На первом месте, конечно же, была GTA 6, а на втором The Elder Scrolls Увы, ни того, ни другого не показали Да и вообще анонс был всего один, хотя и интригующий, а все остальное показ уже известных проектов Возникает вопрос, а зачем вообще нужна была эта конференция? И правда ли она получилась такой ужасной? Давайте разбираться Основой презентации стали так называемые среднебюджетные игры Это уже не инди, но еще далеко не блокбастеры Именно на них сейчас делает ставку Microsoft Хочет побить крутые эксклюзивы Sony кучей небольших, но разнообразных проектов И похоже, что этой презентации японцы как раз и хотели показать, что тоже уделяют внимание разнообразию И пусть у Microsoft денег побольше, Sony тоже способна платить, лишь бы игры не появлялись на консоли конкурента Например, нам показали большую презентацию геймплея The Pathless, нового проекта от создателей Abzu Их первая игра сделала студию известной, а теперь команда сделала новый рывок вперед То, что у них классно получается делать атмосферу, это мы и так знали Но теперь студия показала, что способна делать увлекательный боевой геймплей и даже сражения с боссами Хотя, конечно, основа, как и прежде, путешествия и исследования мира Игра выходит в этом году на ПК, мобилках, старый и новый PlayStation, в общем, везде, но только не на Xbox Та же история с сиквелом знаменитого рогалика Спилунки Он выходит 15 сентября на ПК, PS4, ну и, понятное дело, на PS5 при помощи системы совместимости Разработчики говорят, что придумали для игры столько новых элементов и секретов, что даже сами еще во всем этом не разобрались Еще один полуэксклюзив Genshin Impact выйдет в этом году на PS4, Nintendo Switch и ПК Это китайская ролевая игра в духе Легенд Зельды Успех Nintendo Switch многим раскрыл глаза на то, какие игры нужны игрокам А нужно им вовсе не кинцов 4К, а крутой и захватывающий геймплей И, кстати, презентация началась именно с такой игры, Crash Bandicoot 4 Да, у нее есть богатая история, и разработчики очень постарались сохранить дух культовой серии Но сам подход к воскрешению старых хитов явно скопировали у Nintendo Чего стоит новый режим, в котором прохождение осложняется дополнительными фишками Например, весь уровень инвертируется, становится белым, и вам нужно окрашивать все вокруг, чтобы найти дорогу к цели Выглядит очень интересно Если бы и эта игра была эксклюзивом для Sony, это была бы серьезная бомба Но нет Новый Crash выходит 2 октября не только на PlayStation, но еще и на Xbox Гвоздем программы, конечно же, стал анонс экшена Hood, что в переводе значит капюшон Уже при первых кадрах фанаты культовой ТИФ оживились, уж очень все напоминало анонс новых приключений Гаррета И даже появление новых героев, намекающих на кооперативный режим, не убило ожиданий Стелс-экшен и жанр дефицитный, перевередничать нельзя Да и круто же, бесшумные убийцы крадутся в тенях и вонзают ножи в спину зазевавшимся врагам Но под конец ролика нож в спину получили и сами фанаты Судя по тому, как на команду воров напала команда защитников, это будет не кооператив, а ПВП Хотя, если подумать, даже и из этого может получиться весьма годная вещь Так что будем ждать подробностей В конце концов, презентация настолько завелась, что даже обзавелась собственным скандалом Там показали трейлер эстонского экшен-файтинга Ion Must Die Который, кстати, создается при участии российских про-игроков Прямо в момент презентации команда разработчиков выложила в сеть заявление, в котором рассказала о том, что показанное видео — это обман Мол, еще летом в студии произошел раскол, 8 из 13 сотрудников покинули проект, остались лишь менеджеры и пара программистов Также поведали традиционные ужасы о переработках, неоплачиваемых сверхурочных и домогательствах со стороны руководства Чем все закончится, пока не ясно, но момент для сливок компромата был выбран очень удачно В целом, шоу получилось довольно познавательным и интересным Да, сюрпризов не было, громких анонсов тоже Ну, согласитесь, не считать же сюжетное дополнение Control про Алана Уэйка за громкий анонс Кстати, выйдет оно 27 августа Но все это была лишь очередная разминка перед настоящим сражением Бывший редактор Game Informer Имран Хан предупредил Если вам не нравится, когда Sony покупает эксклюзивный контент или даже целые игры, крепитесь Весь ближайший год будет для вас марафоном разочарований По слухам, Sony уже успела загробастать к себе Final Fantasy XVI, хотя возможно, что эксклюзивность только временная Как бы то ни было, пушки заряжены, бомбардировщики загружены под завязку и готовы к взлету Главные мины заботливо подложены под мягкие места конкурента и тоже готовы рвануть А потому собираем по карманам остатки терпения и продолжаем ждать Август в этом году точно будет жарким Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...